здравствуйте друзья и подруги это разбор первой серии первого сезона сериала halo сериал по известной игре флагман xbox давайте разберем что же получилось у них будем разбирать персонажей что с ними происходит главных персонажей как они развиваются да если вам нужны отсылки и пасхалки именно конкретные к игре да и к лору игре то я думаю есть уже полно интересных видео людей которые специализируются на этом а я специализируюсь на том как развивается персонаж картины истории как развивается сюжет что с ним происходит как он меняется в общем будет очень интересно если вам интересны вот именно эти аспекты сериала то давайте оставайтесь и будет интересно и так нам представляют здесь определенную историю еще раз подчеркну мы будем исходить из того что нам дали в сериале то есть мы рассматриваем вот это как голый сюжет не сравнивая сейчас с игрой и с миром игры потом позже ближе к концу сезона мы сделаем какие-то разборы и сравнения а сейчас мы отталкиваемся только от той истории которую нам здесь показали и так все что мы понимаем что здесь есть некая группа сопротивления и некие объединенные силы которые в свою очередь противостоят им и вот генерал одного из таких ополчений нам представлен и у него есть дочь которую зовут кван и вот нам представляют эту девочку мы сразу понимаем что она будет главной героиней одной из 1 одним из главных героев фильма и сразу же мы видим исходя из того что происходит с ней ее конкретные характерные черты этого персонажа она также как свой отец лидер по природе она уверенная смелая храбрая в себе она знает цель своего отца и того сообщества в котором она находится чуть позже мы узнаем что она потеряла мать и узнаем при каких обстоятельствах поэтому это крайне мотивированный человек у которого есть уже цель в жизни хотя она еще не выросла и очень уверенная в себе не готовая стоять в стороне очень храбрая и это и спасет ей жизнь потому что в процессе знакомства нам рассказывают что им противостоят вот эти основные силы и там есть спецотряд кроме обычных солдатов спартанцы и нам уже нас готовят уже говоря что спартанцы это смертоносное оружие им противостоять практически невозможно им даже причинить вреда практически невозможно учитывая их мощную броню то есть это машины для убийства но вдруг неожиданно появляется другая угроза инопланетная угроза и начинают уничтожать всех и вот в этот момент и проявляются вот эти эти самые качества характера главной героини что и спасает ей жизнь потому что находясь с другими в месте где они должны были прятаться она выбирается оттуда не думая себе чтобы поддержать отца чтобы помочь и это именно спасло ей жизнь потому что все остальные были уничтожены только ее храбрость и и воля ее желание действовать помогли но не только это сама бы она до конца бы все таки не спаслась и в этот момент снисходят сверху спартанцы мощно сделанная сцена вот этого нисхождения с неба спартанцев они действительно исходят в не знаете как такие греческие олимпийские полу боги боги сошли с олимпа и расправляются они казалось бы вот только что мы видим эту инопланетную угрозу они страшные просто ужасных очень хорошо кстати графика достаточно качественно сделано для бюджета этого фильма это не hbo бюджет но при этом очень достойно выглядели инопланетные существа и их атака да и вот когда сходят спартанцы понимаете только что это казалось страшной угрозой но они расправляются с ними быстро оперативной мощные безжалостно то есть действительно все слова которые сказаны были о них до этого оправданы они просто машина для убийства профессиональная и постановка самой сцены как они справлялись сделано действительно было тоже мощно очень убедительно очень динамично несмотря на свою мощную грубую броню они достаточно быстро перемещаются и очень четко выполняют задачу более того они работают как слаженная команда поэтому выглядело все это эффектно монументально и хорошо поставлено но все-таки во всей этой бойне погибает отец кван и вот она уже сирота и только она выжила все погибли кроме нее я еще раз говорю тут ей помогли конечно же спартанцы но ее характер ее воля ее воля к жизни ее боевой характер она все время перемещалась был момент когда за ней охотились она смогла справиться но у спартанцев они как мы уже сказали как машины для убийства у них есть задачи они их беспрекословно выполняют это как профессиональные группы захвата которые сейчас есть самые лучшие элитные вы понимаете им ставят задачу они ее должны выполнить беспрекословно идеально не задавая лишних вопросов уничтожить цели и возвращаться на базу вот здесь такая же история и дальше они не заканчивается на этом их задачу потому что там оказывается что не просто так появились здесь этой и наземные существа они здесь появились в поисках артефакта и вот команда команда спартанцев наталкивается на этот самый артефакт который лежит и глава команды спартанцев до мастер-шеф он прикасается к нему к артефакту и в этот момент он и пробуждает артефакт неожиданно для себя и неожиданно для всех остальных но пробуждая артефакт он делает кое-что важное из собой а точнее артефакт с ним у него возникают флешбеки его детства детства которого он не понял детство которое было стерто из его памяти и в нем пробуждается очень важная вещь человечность человечность который в ней в нем была в спящем состоянии она где-то глубоко в нем находилась и она только что пробудилась он еще этого до конца не осознают но именно это случилось только что начался процесс изменения главного персонажа второго фильме сам он этого еще до конца не понимает он только соприкоснулся с этим но в процессе сериала он будет это постигать и будет меняться он будет обретать ту самую внутреннюю человечность которую у терял давным-давно вот что здесь произошло произошли очень важные события и потом уже выходя оттуда они все-таки забирают девочку с собой вот девочку власти хотят использовать использовать своих целях чтобы представить ее на телевидении чтобы она рассказала что спартанцы это не только убийственная машина спартанцы только что спасли ее спартанцы пришли на помощь понимаете то есть работала бы на властную пропаганду а девочка я еще раз говорю это не глупый ребенок это очень смышленная быстро выросшая девочка запомните во время войны это часто говорят дети взрослеют и становятся взрослыми людьми вот она живет практически в обстоятельствах войны потому поэтому она рано повзрослела и ее не купишь вот такой вот ерундой и она отвечает категорически нет более того угрожает им тем что скажет совершенно другие слова скажет что уничтожены были ее семья ее окружении люди именно спартанцами ну как вы понимаете большие власти они никогда не испытывают каких-то чувств внутренних каких-то моральных высших принципов понимаете власти любой мощной структуры особенно вот такой массивной имперской она всегда безжалостная машина которая просто выполнять то что ей нужно и поэтому понимаю что эта девочка только угроза дается приказ об уничтожении девочки девочка конечно я еще раз говорю при всей мощи и порыве своем до единственное чего ей не хватает конечно же уже возрастной мудрости которая бы подсказала ей что с ней с легкостью расправиться и так вот рисковать и угрожать им нельзя было как она делает очень эмоционально она искренне все понятно но при этом надо понимать о последствиях и единственное что вдруг ее спасает это то что произошло вот это самое соприкосновение с артефактом главного героя и после этого мастер шеф мастер-шеф он он меняется в нем пробудилась его человечность и вот он с ней сидит и начинается диалог в процессе диалога вдруг узнается про то что он связан с гибелью ее матери и это он уже сейчас воспринимает когда он стал человечным когда в нем пробудилась его человеческое начало до этого он выполнял задачи просто не задумываясь беспрекословно как машина для убийства кстати мы здесь потихонечку будем видеть эту схожесть линии как ведьмаке геральт и как все остальные вы помните ведьмаки да они машины для убийства должны быть без эмоциональной но именно геральт у нас самый человечный в нем все время пробуждаются эти человеческие качества и действуют он часто не так как подобало бы по кодексу и здесь будет эта линия вот этого такого воина как ведьмак и девочки которую он неожиданно должен защищать от всех очень похожая линия надо было провести эту аналогию посмотрим дальше насколько схожи будет или что будет отличаться и вот это очень мощная сцена когда вот они только что поговорили такая драма она рассказала о матери и вдруг он видит в шлеме это указание что ему надо убить час эту девочку это конечно сильнейший тяжелейший момент для выбора героя и ты становишься уже сопричастным и понимаю что вот сейчас ему надо что-то делать и он выбирает неожиданное решение для себя а слушаться приказа понимая что это будет для него значить понимаете погибель для него это но он принимает такое решение и решает спасти незнакомую себе девочку потому что еще раз говорю только что в нем пробудилась человечность после соприкосновения с артефактом но так легко ему не дадут убежать и выполняют все что только возможно до чтобы они не улетели на корабле хотя он ухищряется ему убирают кислород он возвращает его но все-таки в итоге ему дается опустить корабль и вот корабль уже окружен но при этом его спартанцы получили указание от той кто их наставница она как мать их мы потом о ней поговорим да она дает указание чтоб ему никто не причинил вред что если надо в своих же солдат стрелять но его живым и здоровым вернуть хотя другие солдаты получили другое указание брать его любым способом и вот в этот момент происходит второе соприкосновение его с артефактом и неожиданно наоборот получается обесточено все вокруг а корабль снова наполнился энергией и это дает им возможность улететь и убежать в этот момент пока что нам только приходится догадываться что это за артефакт почему он наш герой скорее всего избраны ведь именно он смог пробудить его это не всем дано это уже понятно сразу же скорее всего но мы не знаем почему мы не знаем цель артефакт нам потом в серии показывают другую сторону сторону тех самых существ которые и ищут этот артефакт для чего-то для открытия какого-то портала и там есть женщина женщина человеческой вроде расы которая помогает им которая что-то об этом знает это же связано с этим как-то большего мы пока ничего не знаем но знаем очень большую важность этого артефакта вот в двух словах что нам показали в этой серии также вот та самая я сказал женщина которая была как наставница вот это хелси она здесь еще и разрабатывает некую новую программу новую программу которая должна усовершенствовать вот эту систему спартанцев сделать их еще более опасными машинами и отключить вот эту всю человечность полностью подчинить и так наполовину подчиненное сознание так она была скажем так прочищена как у боевой машины как у солдат идущий в бой кстати в нашей реальной жизни если вы увидите боевые подразделения разных структур государственных ли запрещенных ли вот в этих боевых всех подразделения главное что делают самого детства и берут самого детства стараются помладше и вычищают их мозг вычищают так чтобы они не думали они должны выполнять просто поставленную задачу все времени на раздумья нету как он когда говорит с девочкой говорил ей это она ему говорит а почему ты не задумываешься что ты делаешь стоит ли он говорит тогда задача не будет действительно решена чтобы решена была эффективна задача тебе уже дали задачу не твое дело размышлять об этом за тебя подумает руководство ему виднее ну вот здесь она хочет усовершенствовать в новой программе так чтобы дальше они просто стали машинами для убийства вот такая вот программа там развивается что можно сказать о начале нового сериала о первой серии она цепляет самое главное да есть недостатки конечно же и немало недостатков они видны у этого сериала но самое главное в нем есть жизнь в нем есть эмоции в нем есть какая-то вот эта сценарная линия которая тебя сразу цепляет линия вот связана с девочкой и вот с персонажем когда ты видишь как хладнокровная машина для убийства вдруг в нем пробудилась зерно человечности и это зерно человечности теперь спасает ей жизнь и он начинает действовать иначе в нем каждую секунду пробуждается человек который дремал в нем до этого это очень интересно поэтому сериал хочется смотреть мне он понравился и еще раз говорю это тот случай когда при всех видных недостатках сериала плюсов больше они преобладают и есть желание дальше смотреть этот сериал если вам интересны также как и мне дальнейшие разборы этого сериала обязательно подписывайтесь если не подписаны на канал поставьте колокольчик потому что оповещение о второй серии разборе придет только если у вас стоит колокольчик на этом видео вы были на канале что посмотреть с вами был я гражданин режиссер до скорых встреч пока